Зачем работники мясокомбината оделись в кольчугу? Кто добавляет лед в докторскую колбасу? И как долго вялится деликатес из оленины? Узнала наша съемочная группа в городе Нижневартовск. Ребят, дайте поесть. Десять часов едем. Ну колбасы хоть там осталось у нас немножко, нет? Ну дай. Что, все что ли? Вся колбаса? Вы с ума сошли? А пахнет? Пахнет? Чувствуете, как вкусно? Ну-ка, что это? Серега, останавливай, посмотрим, куда мы приехали. В цехах Нижневартовского мясокомбината «Гурман» многопрофильной корпорации «Славтек» смена начинается в 7 утра. Производство мясной и колбасной продукции – это цепочка из множества звеньев. Разруб туш, обвалка, жиловка, зачистка – и это только подготовительные стадии. 180 сотрудников выходят на рабочие места ежедневно. И если хотя бы одно звено выпадает, рушится весь цикл. Юля, а это цех обвалки сырья. Здесь происходит первичная обработка мяса. Могу сказать, что мясо мы закупаем в разных хозяйствах. Всегда проходит четкий, надежный контроль ветеринарных служб, нашей лаборатории. Производительность этого блока приблизительно 15 тонн в смену. Вот, например, сегодня, то есть за 2 часа мы уже обваляли порядка 4 тонн. На самом деле это получается где-то 150, да, полутуш свиных. Птицу мы закупаем в основном у местных производителей, то есть на нашей птицефабрике. Плюс мы закупаем птицу у других производителей, у других птицефабрик. Работники комбината делают все очень быстро. Работа с мясом не терпит простоя и высоких температур. Именно поэтому в цехах градусник никогда не поднимается выше 2-4 градусов по Цельсию. Орудовать профессиональным ножом, попутно успевая его подтачивать, сможет не каждый. Этому умению не научат в специальных кулинарных вузах. Навык нарабатывается с многолетним опытом. С таким ножом, заточенным острее бритвы, нужно соблюдать специальные нормы безопасности. Обвальщики надевают кольчужную защиту на тело под фартуки и такую же кольчужную перчатку на руку. Сейчас формуют колбасу. Это полярная колбаса, продукция из оленины. Могу сказать, что у нас продукция из оленины очень популярна. Продукция из оленины выиграла лучший товар года в прошлом году. Да, вообще этот продукт очень популярный. Причем этот продукт популярный не только в нашем регионе, но и за пределами нашего округа. Изготовление фарша для колбасной продукции не такое опасное дело, как обвалка и жиловка. Но вместо ловкости и сноровки специалистам требуются определенные знания. При замесе важно знать вид мяса, шпика и крупность его нарезки для того или иного продукта. После изготовления мясного фарша в ход идут технологические карты, где с точностью до грамма описано количество добавляемой соли, специй, зелени и даже орехов. У каждого производства и производителя есть свои секреты. Я вам расскажу несколько не для того, чтобы уличить производителя, а для того, чтобы вы поняли наоборот о качестве и натуральности этого продукта еще больше. Посмотрите сюда, здесь находится лед. Мелко колотый лед, он добавляется в колбасу. Если вы будете смотреть состав вареной колбасы, то в ней всегда есть вода. И причем стоит она не на последнем месте. Необходимо это для того, чтобы при перемешивании вот в таком кутере, это огромный блендер, который мешает на огромных скоростях, там порядка 4000 оборотов, шестью огромными ножами он перемешивает фарш. Для вареной колбасы фарш перемеливается прямо в кашу, такую совсем мелкую кашу. Ну, поняли же консистенция, чтобы была нежной, приятной. И для того, чтобы эта каша не сварилась просто в кутере, ее нужно охлаждать льдом. Это делается не для того, чтобы просто разбавить мясо. И снова, обращаясь к этикетке с составом, вы увидите там мясо, воду и специи. Это соль специальная для того, чтобы были приятные вкусовые ощущения, чтобы не было никаких бактерий. И это просто специи, просто специи. Никаких е, никаких ароматизаторов, никаких консервантов, никаких глютаматов натрия. Все натурально, лично видели, трогали, рассказали вам. В цеху приготовления фарша для колбас стоит приятный запах натуральных специй. Рецептура для каждого вида колбасы и деликатеса разрабатывалась в Гурмане индивидуально. Проводились слепые дегустации, и вкус продукта был доведен до идеала. Наименование продукции завода Гурман корпорации Славтек насчитывает более 200 позиций. Найти ее покупатель может во всех городах Югры, включая крупные сетевые магазины. Продукцию нашего завода мы получаем каждый день. Подновляем что-то, что-то добавляем. Все ассортименты новые мы стараемся выставить, показать, дегустировать. В основном у нас ассортимент сейчас получается сырокопченое. Заинтересованы, отпуска везут. Олени, продукция у нас очень хорошо идет. Спрос большой. Производство продукции строго распределено по дням недели. Нельзя одновременно в кутере замешивать и вареные колбасы, и фарш для сыровяленой колбасы. Кутер промывается после каждого замеса. И это очень умная машина. Оператор только нажимает на необходимый режим, и 70% работы остается за техникой. Не могу глаз оторвать от краковской колбасы. Она просто невероятная. У нее такой сочный цвет. И вообще цвет здесь у всей продукции такой сочно-насыщенно-коричневый. Это не из-за того, что там покрашена упаковочка или еще что-то. Это из-за того, что используется для копчения только натуральная щепа. Здесь нет никакого жидкого дыма, который придает желтоватый оттенок или еще что-то. И через натуральную вот такую оболочку мы можем видеть вот все кусочки мяса. И вот такие вот точечки. Как вы думаете, что это за точечки? Это перчик. Для такой колбасы используются самые лучшие приправы. Не в плане того, что для краковской. То есть для любого здесь мясного продукции используются лучшие приправы. Итальянские, российские, немецкие, различные поставщики. Здесь, допустим, добавляется только молотый перец. Никакого порошка, только крупный молотый перец. Ежедневно на предприятии в личной лаборатории проводятся исследования готовой продукции. Лаборант приходит в цех и смотрит на список продукции, которая выходит именно в этот день. Пробы берутся с каждой партии. То есть я нарезаю всю продукцию, смотрю рисунок, пробую, дегустирую вкус, цвет, запах. Если мне что-то не нравится, допустим, кажется много соли. Еще одну конец. Нет, я отбираю продукцию, приношу в лабораторию и исследую ее. Исследую на такие показатели, как соль, влага, нитрит могу посмотреть. У нас есть производственный контроль. Мы отвозим в самопеденстанцию ежеквартально, в каждых наименований. Отвозим в СС на микробиологию. Плюс, помимо этого, мы еще отвозим продукцию в Тюмень, на физхимию. Сдаем на полный, на антибиотики сырье и продукцию также отвозим. При том, что сырье приходит к вам уже проверенным. Ветеринарными, да. Мы отвозим и на антибиотики сдаем сырье, и на микробиологию сырье сдаем. Птичку, такие как сальмонелла, исследуем. Вернемся к производству. После формовки продукция еще не готова к употреблению. Сначала ей необходимо отстояться. В прохладных термокамерах, чтобы фарш стал еще однороднее по цвету, консистенции и составу. А затем уже она перемещается в термоотделение, где и будет производиться варка, копчение и жарка. Мы присутствуем при рождении украинской колбасы. Сейчас она выходит из печи. И это настоящая печь. Она прямо поджаривается там. Гурман не ограничивается производством только лишь колбасы. Здесь готовят деликатесные и совсем новые для потребителя продукты. А вот это наш новый продукт. Ломтики из мяса птицы. Очень популярны как в наших регионах, так и в других регионах. Например, мы продаем еще много в среднюю полосу. На юг России. В Тюменской, Свердловской области. Они бывают из мяса птицы. Говядина, свинина и оленина. Четыре вида. Колбасы горячего копчения и варено-копченые производятся довольно быстро. Но здесь нужен глаз-до-глаз специалиста. Постоянно нужно подсыпать щепу для копчения, следить за температурным режимом. Щепу на производстве используют только натуральную, буковую. Мы с вами находимся в цехе упаковки. Эта продукция уже готова, она отстоялась. Она ждет своей очереди, чтобы стать красивой и попасть на полки магазинов, а потом в руки потребителю. Вот эта линейка, она очень интересная. Здесь идет упаковка порционной продукции. То есть берется большая палка колбасы, нарезается по 200-300 грамм, укладывается, и она не вакуумируется. Здесь создается специальная газовая среда для того, чтобы колбасный продукт не портился. Укладываем, все проходит по линии, закрывается такой же полиэтиленовой пластиковой крышечкой и запаивается. А вот еще одно чудо техники. Хоть вещица и не замудренная, погоняться за ней пришлось, чтобы доставить на производство. Автоматические тестомесы и лепщики пельменей, вареников мы видели. А вот этот агрегат, никогда не догадаетесь, что это? Это лепщик хинкалей. Смотрите, как очаровательно. Почему все хинкали получаются одинаковые? Это вот такая машина. О, ничего себе. Ну, большой прямо. Самый длительный и сложный процесс – это изготовление сырокопченой продукции. Для производства любимого многими деликатеса отбирается сырье высшей категории. Готовый фарш закладывается в оболочку, но он не проходит термическую обработку и не варится. До того, как его подкоптят и предложат потребителю, молодая колбаса должна подсушиться в специальной клеммокамере. Это наша гордость, это клеммокамера. Здесь наша колбаса сырокопченая проходит стадию созревания. Созревает колбаса приблизительно от трех недель до полутора месяцев. Доходя до нужной консистенции, до нужного вкусовых характеристики качества колбасы. Как видите. То есть она вообще не подвергается термической обработке? Нет, это, да. Колбаса вялится естественным способом, с помощью специальных стартовых культур. И с помощью климата, который создается именно в этой камере, требуемой температуры и влажности. Это полностью автоматическая камера. И есть ли у кого-то еще такие, кто может похвастаться? Я таких не знаю. В данной камере в течение месяца созревается сырокопченая колбаса. Здесь созданы условия для ее созревания, то есть это температурные режимы. В течение месяца колбаса проверяется на PH. При созревшей колбасе PH должен составлять 5%. Суперкамера очень чувствительна и капризна. Стоило нам немного задержаться внутри, и техника начала буквально выпроваживать нас наружу, сигнализируя о том, что открытая дверь изменила температурный режим и нарушила уровень влажности. Мне это дали, сказали, можешь взять. Вообще, эта штучка, такая колбаска сырокопченая, это ноу-кау. Во-первых, она невероятно вкусная. В ней нету какой-то остроты, там, перчености сильной. Она выдавливается шприцом, потом она не подвергается термической обработке, она подвяливается, так она доходит, там сцепляются специальные бактерии, которые не дают этой колбаске, испортятся, пропасть. Она приходит, стабилизируется в норму, и ее в печь ставят буквально, ну, немножечко совсем, чтобы только обдать дымком и прибавить ей аппетитного запаха. А так вот она два дня и готова. А знаете ли вы, что первые упоминания о колбасе были найдены учеными в Китае в 1589 году до нашей эры? Жители Поднебесной любили отведать поджаренные колбаски из баранины и телятины. Как и в те далекие времена, так и сегодня сложно найти хотя бы одного человека, совершенно равнодушного к колбасным изделиям и мясным деликатесам. Югра до сих пор может похвастаться небольшими крафтовыми производствами. И Гурмели – это как раз завод с довольно большой линейкой, но сохраняющий традиции крафта, вкуса, красоты продукции. И с довольно большим количеством наименований. Это колбасы, полуфабрикаты, снековая продукция и деликатесы. Кстати, в том числе и из национальных видов мяса, таких как оленина. И мы желаем им больших успехов и удачи, потому что это все сделано в Нижневартовске и сделано в Югре. Редактор субтитров А.Семкин